книга открытым оком тема коммунизм том 12 вопрос 2721 в книге для слова божия не туз на странице 199 говорится что вам в объединение ставится некий материал мария ему им лампиевна что это такое и где он сейчас находится отвечает игнатий тихонович лапкин я записывал на магнитофон свидетельство живых людей которые много претерпели от безбожного режима коммунистов одна из катушек 8 часов 20 минут звучание начиналось рассказом мамы вали коневой нашей прихожанки марии им лампиевны как их раскулачивали но там было множество и других свидетельств после освобождения я сумела раздобыть час и часть этих катушек и некоторые даже перенес на бумагу могу познакомить с некоторыми из них запись дословная и даже сохранен выговор прошлое познается от живших в прошлом и всякая попытка скрыть наше прошлое обедняет нас от опыта жившие до нас и это обходится слишком дорогой ценой повторением ошибок от которых опыт ушедших мог бы нас сохранить делающие добро идет к свету и хочет чтобы прошлое было известно делающие же зло и ненавидит свет истину и хочет чтобы его злодейство скрыла тьма чтобы прошлые злодеяния иродов и каллигул были скрыты а память народа была отшиблена так легче продолжать творить свое черное дело новикова конева мария его лампина я нас интересует как вы жили как воспринимали эти колхозы а то говорят что никогда тогда не мучили и не было того чтобы людей туда насильно загоняли я же говорю что у нас есть живые свидетели которые на смертном одре лежат а это еще надо проверить так ли это было а то они придумывают отвечает на это говорю им верующие ничего не придумают они говорят правду вот я и хотел от вас услышать вашу историю с чего у вас началось как раньше жили мария и лампина жили мы как и все люди живут было у нас два коня две коровы три овечки была свинья была машина была жнейка с переводом косили сено и хлеб жали двое мы с мужиком работали с утра до ночи и свекровь со свекром им было по 65 лет трое детей было у нас маленькие я вышла молоденькая замуж 18 лет было мне и когда мне было 25 лет то было уже трое детей ну поедем утром рано вечером поздно приедем у свекровушки глаза были больные есть сделали операцию не какие-то пленки оказались и она плохо видела но ей свекор помогал ходить я приеду с поля надо две коровы подоить и пока управишься тулягу когда в 12 часов ночи а то и в час ночи а утром только чуть начнет зариться встаю опять надо печку затопить то им приготовить поесть до себе до скотину прибрать а потом она покос да так нисколько то в жизни не отдохнула схлипывает плачет я тут буду говорить все буду плакать лежит сейчас в кровати у дочери валентины уже смертельно больная так и не встала больше с постели так что за каждое слово ее можно ручаться совершенно все и известно не со слов а пережито ею нисколько то мне покоя не было плачет а потом стали когда в колхоз загонять говорят что заходить надо в колхоз это было в тридцатом году в колхоз заходите ну а у меня свекровка говорит грех записываться в колхоз не ходите нельзя ну а это тогда были еще молодые мужик такой же был мы в одни годах с одного года с ним с пятого года обоя его фамилия колев а у меня новикова мы с ним еще не регистрированы видишь я была за другим с тем я прожила 7 месяцев до разошлась с венчаном а этот не венчаный был тот мне тот не дал мне развода мы так и жили не регистрированные с ним а дети все равно считались сиконевы а только я новикова писалась в колхоз мы не пошли а нас на нас наклали налог а хлеба они просеяли 5 гектар пшеницу овеши и рожь так вот все но сами все убирали потому что было не из чего платить наемникам денег не было а потом на нас наклали налог хлеб мы вывезли весь сколько накладывали еще наклали какой-то налог большой мы не пошли в колхоз и нас раскулачили наклали налог большой они продали коня свекор с мужиком и женейку продали которая косила сено и хлеб и заплатили потом самообложение наклали опять столько же другого коня продали и корову продали одна корова осталась но вот уплатили и у мужика отправили осенью это уже было в тридцатом году мужа отправили на лесозаготовку осенью а к нам это без него пришли описывать наклали еще 120 рублей на нас заплатить то и нечем ничего нету и хлеб то вывезли весь нечего продать то было и корова она уже осталась нечего было ну да может быть мы бы и взаймы заняли и как бы и взаймы заняли ведь это 120 рублей но они видишь как они наклали налог и только два дня прошло они уже пришли описывать говорят не платите пришли описывать чугунки и чё попало посуду да нечего больше описывать то машин то у нас никаких не было машина у нас была швейная так она была ручная не ножная но и ей описали и корову хотели взять овечек забрали все отняли корову хотели описать а я сижу и толю сына взяла он и годовой был как раз я взяла его на руки а шоре было четыре года овале было уже шесть лет они были возле меня стоят я сижу и заплакала и говорю товарищ жежлёв оставьте мне корову не для меня плачет не могу терпеть то а для малых для детей ты видишь куда я пойду с ими за молоком то да иначе купить то мне кто раскулачивал нас их трое было один то еще сват наш был пришел к нам описывать то трое пришли я говорю у меня это корова от отца приведена когда я замуж уходила то они приданное мне дали это моя корова так вы уж мне ее оставьте пожалуйста не для меня для детей вот не поразговаривали между собой говорят оставим корову для детей ладно не будем описывать оставили и говорят если ты свекровку свекровки и свекру дашь молока и мы узнаем тот берем корову им не давай и мужику не давай сама ешь и детей корми я говорю ну ладно не дам я им а свекорда и свекровка тут же сидят со мной на лавочке они посмотрели ничего не сказали ну разве я им не дам молока какое будет сердце то у меня когда будем жить то вместе но то писали все и долго все за все это 120 рублей это старыми деньгами тогда еще были старые деньги они теперь говорят но освободите завтра дом а я говорю паша придет следствия заготовки тогда мы перевезёмся да как я буду перевозиться с детьми не могу сейчас они говорят ничего подобного нам надо под школу дом уходите завтра же ну чё ладно ушли они ушли мы тогда на завтра же я тогда к заловке пошла у нее мужик то дома было я и говорю его пожалуйста помоги нам перевестись но и перевезлись а у них кухонка и комната была да у них четверо детей да у меня трое детей вот так и жили паша приехал с леса с леса заготовки только неделю они прожил и его взяли в прокопьевск на шахту на два года лишили голоса тогда не взяли в шахту не знаю как там взяли его сказали что на два года в шахту ну вот это было в январе уже мы с января дожили до мая и к нам пришли соседи завтра вас будут ссылать это было 13 мая а я говорю ой как же это хоть бы паша дома был куда же ссылать как ссылать то и и заплакала сама я сейчас куда-нибудь убегу говорю а детей может не сошлют а свекор говорит нет ты будь с ними тебя не сошлют старуха стара да плохо видит вас не сошлют а я уйду в деревню куда-нибудь и ушел куда-то в деревню они на завтра и приехали а он на утро ушел 14 мая а нас в обед как раз пришли описывать еще что-то чашки какие-то нашли а я говорю чашку-то мне поди дадите куда это меня сошлете в чем я там буду есть то ну тарелки две-три тебе там хватит какая посуда была забрали все описали да и вещи какие были получше тоже взяли к нам коммуна приезжала раньше за два года вперед семь домохозяев там они в поле жили избушки там понастроили на к нам часто ходили в баню все мужик с ними придет и говорит наверно опять коммунары приедут в баню давай топи баню я пораньше приеду баню и стопим в субботу они человек пять придут мужики вымоются на корме мы их они пойдут и как раз этот же их не начальник самый-то главный пришел председатель или как он пришел описывать а я и говорю антон васильевич все-таки вам поди стыдно последнее все отбираете и ссылаете помнишь как ты к нам каждую субботу приходил да еще с собой приведешь товарищев а я за вами ухаживала плачет да еще у нас какое мясо было так мужик отсекнет вам лопатку или больше нате антон васильевич вам то дома поедите там дома поедите а вы теперь все у нас забираете делились с вами последней крошкой а ты пришел и шо описывать и говоришь а там поди по какие а там поди какие корчаги какие чугунки есть я говорю да вот есть возьмите заберите я с собой их не повезу а потом пока я с ними разговаривала мне в ящик чего-то попало наклали а получше чё по выбрали а только заловка побежала у ней пшено было так она спут в мешочек нагребла и принесла и на дно в ящик бросила а шубенки дублевые до пимы пимишки старые ботала коровье положили до два колокольчика плачет в ящик до иконы большой спаситель был пашин а моя богородица была такая стеклянная и это поставили туда я спросила у феодосии у заловки своей все склали в ящик все вот тут для детишек до твои верху лежат платьишки а больше ничего не сказала только сказала мария я положила там пшена шепотом трипуда я говорю ну ладно спасибо а теперь смотрю соседи тащат соседки все были хорошие как родные были тащат кто сдобные калачики кто сало тащит так прямо стопами свиное сало соленое кто сухари какие есть она тащили два мешка целых я говорю федосе ты как складывала она говорит я хорошая сдобная в этот вот мешок а такие вот сухари и чё постная вон в тот мешок ты заметь говорит я говорю ну ладно объяви обвязали веревочкой и все подъезжает возщик на телеге с бричкой поставили ящик и все мое а меня вперед посадили с ребятишками а свекровку то некуда тут возщик сел некуда ее посадить и и взяли и сверху на ящике посадили а конь то как дернула она упала с ящика то она плохо видит и не поддержалась и упала прямо на землю они взяли ее а заловка то закричала заплакая голове и говорит это о своей матери что делаете она уж видишь какая она падает куда же вы ее повезли на ссылку то ничего говорят мы сейчас привяжем ее веревкой взяли и к бричке веревка привязали и говорят не упадет теперь повезли в сельсовет не в нашей деревне был сельсовета три километра от нас деревня свезли туда много к сельсовету в клуб завезли нас мы тут ночевали на завтра опять повезли нас в крапивина в район не знаю сколько уж семей даже из-за ила были из деревни 5 семей раскулаченных повезли а у нас из деревни только меня одну а вперед ссылали вперед сухие лага сослали там ивана трофимовича колтышева мельникова сослали на чулым вперед ссылали а тут меня только одну ну да району довезли там садили всех на свекровку со мной а там жил моего мужика брат вон конным ветеринаром было жена его была инспектор по школам ездила и шо привезли мою племянницу катю ей было 17 лет только она только что замуж тоже из-за ила же и из этого из деревни со всеми со свекром и со свекровкой повезли ее а мужик то ее вперед ее поехал в ленинское и там устроился где-то на работу и говорит катя я за тобой приеду он и не знал что слать будут ее ее тоже повезли а мой то брат это моего брата дочь была мой брат то услышал что я повезли катю он нас восемь километров от нас восемь километров он жил в другой деревне не прибежал туда и говорит что это катьку то у меня повезли я я за что партизанил били его белые плетями 50 плетей ему дали что он красных поддерживал когда были красные он помогал им он не бегал в партизанах только поддерживал их и он кричит так за это мою дочь то повезли и побежал к старшему коменданту и освободили ему какую-то бумагу написали он пришел катька пойдем где тут что у тебя есть ящик или что давай утащи мы пошли а я говорю братка а его братка зала братка говорю как я-то посмотри-ка говорю и дети маленькие и свекровка то он как плачет не видит ничего как я с ними поеду то где-либо на поезде или на пароходе так и свалимся все он говорит погоди я сейчас григорию сбегаю пушай он старуху возьмет к себе говорит григорий бери мать свою а то ежели не возьмешь я сейчас на тебя докажу что ты его брат у него была связь порвана с нами как раскулачили нас то он с нами связь порвал он тут же жила уехал в крапивина и там работал ветеринаром она инспектором жена его и сбегал за ним принес взял ее за руку пойдем мама и увел ее а я только с ребятишками осталось повезли на завтра в кемерово везли в область собирайте все свое а когда вы приехали то ящик то со мной был а продукт это в другое место слали какая-то крышка была и под крышку эту склали там охранник охранял и мои два мешка там были у всех продукты там были теперь я говорю давай где-то тут мешки один мешок этот мне только дали который с постными сухарями от того нет я искал и искал это где же еще миш да где же еще это мешок ничего нету охранник говорит ничего у тебя больше не было я говорю как же не было у меня там мешок такой-то мешок с такой-то тряпочка нету и все а кому жаловаться кричат собирайтесь быстро чего вы там еще ну я пошла с одним мешком и заплакала сели на телегу и поехали в кемерово много нас повезли нашего крапивинского района не знаю сколько то ли 60 семей то ли 70 семей много привезли туда к поезду на вокзал а там уж народу много все сидят скала ушами сумками своими и с детьми много дети женщины старики старухи молодых мало мужиков совсем было ну на поезд давай нас грузить на такой как он называется телятник а там одна женщина и четверо маленьких детей она и кричит давайте уже мне тогда поеду я не знаю где он у нее был без его я не по без его я не поеду я тоже тогда говорю дайте мне мужа привезите его сюда я тоже не поеду и говорят ничего подобного муж туда к вам приедет ей говорят и мне она взяла как-то тайно смылась и убежала убежала одеть это четверо тут лет 12 что ли большой девочки эти меньше и стали когда грузить то ее нет где мать ее нет их тоже вместе с нами посадили помню то один даст им кусочек то другой кусочек то ли тут продукты у нее были то ли остались не знаю но им сказали мать к вам все равно приедет а вот не знаю то ли она приехала к ним то ли нет погрузили всех нас и повезли до томска там на приставь высадили много нас на пристани был было не не только сколько нас привезли но много народу мы тут ночевали прямо на берегу на пристани на завтра подъехали два парохода больших и четыре баржи вот как четыре пальца вместе вот так они рядом все два парохода гусевой один другой за его другой прицельный прицепленный а баржи за ним прицеплены посадили нас 30000 вот сколько тут было народу на эти баржи и внизу и вверху и везде народу негде пошевелиться едок вот скла ушами сумками сидят ну как раз 14 мая повезли реки то разлились потом я сначала вниз километров 30 проехали об уже вышла а потом чая река нет чулым первый вышел потом чая река чулым по правую сторону вышла чая река по левую сторону вышла и вот тоже по левую сторону вышла чудом в топ впал а чулым в том впал и вот так поплыли не знаешь идут эти реки как ровная дорожка и они вроде не смешиваются то ли она видишь какая зеленая она так и идет а вот она какая-то мутная так она как дорожка между ними как межа чая как чай река рыжая какая-то а чулым как молоко с водой разведенная такой какой-то белый и вот долго все смотрела почему не смешиваются потом уже дальше они смешались а волны такие бились прямо вот как а баржу ударит ударит с метр или выше сильно били волны ну вот так везли везли нигде посмотрим нигде не видать ничего не кустиков не гор туда вниз в на рим везли и вот думаю чё же это все реки разлились как равноморе куда же нас повезли и тот говорит другое куда же нас повезли куда а куда везут ничего не говорят вот везли везли не знаю 400 километров или сколько провезли деревня баромаково и по правую сторону садили всех нас остановились эти баржи и всех садили каждый свое таскал я первого ребятишек уташила и посадили а народу много того и гляди что если подальше от берега посадишь затопчут и тут некуда все таскают свои кошели свои а я уж свои кошели и бросила ящик там был постель до подушки но и ребятишек перво стащила от берега с метра их посадила и вали говорю при записи этой беседы 13 марта 1980 года присутствовала и это валентина павловна конева 1924 года рождения проживает настоящее время по адресу барнаула сменогорский крат так 110 квартира 101 телефон 23 00 26 овали седьмой год пошел с марта весной то и повезли нас ей старше этому там уже полтора года было сына я и говорю валя за пальто держи его чтобы он туда не сполз ежели он туда упадет в речку я тебя тоже сброшу речку не смей его отпустить она его держит а он рвется туда к берегу смотреть она его держит за рубашку а я в это время то стаскивала все все стаскали а там охрана дальше в куст это не пускает никуда думаю ту убежим а куда мы убежим от детей ну стаскали тогда я их туда утошила там палаточку натянули три недели мы тут жили и все это три недели привозили три раза по 30 тысяч человек говорили что по 30 тысяч и вот столько народа что не поверишь столько что негде прямо сходить на двор все огороды перегородили по во всей деревне народу ошибка много и зады все пика перегородили все перегородили столько много народу вот тут мужик стоит и некуда тут деваться тут садишься и он только хохочет ну чё сделаешь дальше это нас не пускают ну вот теперь три недели пришло нас стали заводить на пароходы всех кого в чаинский район кого в бочкарский но нас в бочкарский район повезли а тут были еще какие-то районы ну уж видишь сколько лет прошло да и теперь болею не могу через полгода мария лапина представилась от сей многотрудной жизни в иную вечную в вере православная быв примерной христианкой забыла районы но в каждый район назначены были куда нас повезли сначала в пачаиры потом бочкары по реке довезли до бочкара деревня бочкары река бочкары тут нас опять садили с этого парохода мы тут ночевали ночи опять пароход пришел с баржей и в эту баржу нас опять посадили и вещи наши тут склали повезли дальше в лес привезли от бочкары 20 километров но бочкары то ежели вот так вот по левую сторону там часто есть деревни по три километра по два нас туда вправо повезли в лес километров 20 провезли тогда с власти говорят садили остановились и слезли мы а на берег то ну как сказать метров 10 наверное чистого места дальше лес говорят что в двадцать первом году это уж напосля мы узнали жители говорили что в двадцать первом году горела лес то я горела сильно и переваляла леса лес то хороший кедрач пихтач так наваляла его друг на друга метр на метр вышину и клетки такие в охват не захватишь накрестила и сквозь лес этот в клетке то опять зеленый лес пророс и нам дали сразу лопаты пилы топоры мы на берег все стаскали остаскивали уж поздно было под вечер и говорит как бы и говорим как бы вода не прибыла да не унесла нас да все в кучу склали твою ли мою ли там неизвестно лишь бы оттуда все вытас вытаскивать все вытаскали а потом сразу мужики 9 мужиков только было у нас с района крапивинского столько мужиков остальные старики старые старухи да ребятишки подростки были лет по 14 по 15 вот такие приехали и давай сразу пилить до вечера данной там до ночи пилили пилили и давай стаскивать мы стаскивали уж темно в куче лес весь натаскали а напилили много смотришь да и старики пилят распилили растаскали как большой дом наклали лесто и зажгли зажгли а мы скорее у кого полови половики были намочили в речке до свои вещи то кола уже закрыли мокрыми полагами и ребятишек туда же склали маленьких то а то искры шибко летят закрыли ребята которые по 14 лет по 15 они в речку купаться быстро горит лес то сухой только трещит ну и когда сгорело все мы размели дальше отмели к лесу и тогда перетаскали маленько опять вещи то ночью ничего не видать свои ли или моего лишь бы стаскать маленько оттуда чтобы говорил вдруг прибудет берег топологи был не крутой невысокий и так присунулись к этой куче все а ребятишек кучей прижала и говорю ладно ложитесь и заснули расцветала вы встали и всяк свое разбирать стал у кого что есть где там чё ну и я так огонь расклад и чай наварили сухари достала и тут я опять заплакала думаю дали соседи такие хорошие плачет были славные они целый мешок у меня забрали охранники или то там в крапивине в районе сейчас бы ребятишек покормила и вот видишь какие ну ничего не сделаешь я их сухарями покормила и сама наелась мужики сказали давайте еще пилить будем дальше и вот мы каждый день все пилили распиливали все потом палатки стали натягать у кого старик какой старуха они себя натягают а мы двое километров за 15 километров за 15 жила женщина знакомая родиного у нее двое детей да у меня трое говорим давай мы с тобой вместе палатку натянем столбы с ней выкопали половин и половики натянули у меня было два половика больших метров по 40 наверное половики такие были у нее тоже мы натянули половик на половик сверху чтобы когда дождь пошел нас бы сверху не промочила но все равно промахивала и там мы с ней распилили эти бревна потом сделали нары она себе сделала я себе вот так рядом а хлеба нам давали пока нам давали по ковшу на человека сказали это вам ковшик дается на день а завтра другой будет вспоминаю как нас привезли в ссылку привезут муку на мешках муха мука присохнет мы эти мешки друг у друга выхватывали да я погрызу мужчины взрослые хватают а детям тут нет дети вокруг бегают но не давал никто им мешки то подмачивает и мука плитками засохнет едим то хлеб с травой да с гнилушками а тут то чистая мука он от скребет зубами тут все муке я говорю дай мне этот мешок который не единый еще а другой мужик выхватил гнилые пни потом ели когда узнаем где такой пень выгребим у него изнутри да чтоб никто не знал толкли чтобы еще раз на этот пень прийти работать нас пока не заставляли но они видят что мы тут сами работаем расчищаем для себя и по ковшу муки а потом если останется мука то поваренки вдобавок а потом по ложке на человека всем делится одинаково и маленьким детям и большим одинаково потому что говорил вдруг не хватит маленький будет реветь а муж помолчим ну вот это на день дадут а живем три дня до четыре и не дают а этим и этим живем потом узнали что малина тут есть недалеко утром как встали мы с этой женщины с радионами собираемся по малину она говорит пойдем по малину по ведру наберем малины и принесем да как-нибудь кустами проберемся в эту деревню узнали тут четыре километра было от нас там наша комендатура была орловка деревня проберемся туда кустами и там за ведро нам булку хлеба дадут но булки оржаны и стряпали оржаны и стряпали вот такие круглые большие булку хлеба дадут за ведро мы придем ребятишек накормим малиной то чё их разве накормишь на завтра опять собираемся это когда малина поспела мы в августе так кормились а мужики когда дадут а когда и не дадут мы уж сильно не надеялись а эту булку дадут каждый день ходили по малину и вот так кормились а сухари уж мы съели тогда все потом уж осенью я стала домой писать письма заловки да и сестра там было я говорю не знает ни паша никто не знает где были а вот так когда она ему написала он сбежал оттуда и к нам прибежал еще какой-то седло сбежал тоже недалеко от нас жили этот прибежал к своей семье они с ним сговорились они не знали друг дружку они идут дорогой и разговорились ты куда идешь до сослали у меня семью так я к семье иду и другой то тоже ну пойдем вместе вот вместе шли дошли до коломенной где пристани пароходы останавливаются им говорят да нечего там делать не ездите их там всех прибили но мы говорим хотя прибили а мы все равно поедем узнаем раз доехали до этих местов то поедем узнаем ну вот и приехали я видела во сне что мы легли спать а на завтра мы опять собрались по малину легли спать и вижу во сне вроде бы пришел мужик какой-то и говорит женщина к тебе завтра муж придет я говорю какой муж твой проснулась а никого нет и так то что то мне стало жутко одеваюсь одеялом но и вправду завтра гляжу идет бегут оттуда мы не с краю жили окраине кто вверху кричат мария мария павел пришел ну вот под но вот он подходит мы выскочили бегу к нему плачу но не плачьте теперь я пришел ему уж тогда было 27 лет а мне 26 тогда мы сильно бежали со ссылки убегали куда попало кто домой и тут избушка продавалась говорили что кто юбку отдаст за избушку то его будет там еще не окошко не дверей не печки сруб только он говорит давай юбку какой-нибудь я говорю какую у меня и бог то нету на вот последние мы будем в избушке жить юбку отдал а двери в избушке нету а он с роду топором ничего не делал а тут дверь самый сделал и притолокую печку из глины сбил сама печик сделал окошко дырочку а икону большой ящик положили нам мы это стекло то вытащили в окошко вставили в этой избушке нары сделали он палате и сделал доски маленькая избушечка была и в оба жили в ней тогда я тифом заболела это уже было перед рождеством за три дня до рождества к нам старушка пришла я говорю бабушка аграфена я сильно заболела ты чего-нибудь сделай стряпать помогай а стряпать муки то мало давали мы гнилушки да все это пни березовые знаешь как пинта береза высохнет его толкнешь он упадет сам рассыпается мы наломаем из него хорошо все это измельчим ступки и столкем и просеем решетом и вот на этом замешиваем как на оладьи густо муки нисколько а только закваски положим и замешаем а утром продвинется как подвинется как шапка тогда пригоршни две муки туда и замешается вот едак и стряпали хлеб то а сверху корочки то размочим как ничего не макишок такой мягкий а я когда заболела а ничего не стала есть а сначала заболела вот так значит за три дня до рождества сидели мы чай пили вдруг меня понесло понесло вокруг даже голова не болит ничего и я упала и как раз тут койка стояла я на я на постель то упала и ослепла сразу и не вижу а темно темно в глазах даже нисколько не вижу и мужик дома было говорю паша я ослепла как ослепла даже нисколько не вижу он говорит ну а что такое случилось я не знаю болит ли чего тебя а у меня ничего не болит и я говорю нет ничего не болит только голова кружится и ослепла тогда смотрю зелена зелена стала глазах и светло говорю все вижу и села села и только один раз чаю пивнула и опять упала опять снова темно стало закружилась голова да опять ослепла я потом полежала полежала тогда опять светло стало и начала голову ломить так стал ломить голова заболела заломила но он пошел на работу он приходил пообедать тогда уж корчевали посылали тогда на работу корчевка была бабушка а графена тут пришла к нам суседка наша я говорю бабушка графена я заболела что-то сильно она так чё болит голова она говорит лезь в подполье и накопай глины и вяжи к голове она и вытянет жар холодную глину красную я так и сделала привязала легла на лавочку у меня голову уже не ломит а только ноет хорошо мне стало я уснула не помню как проснулась а голова у меня как кирпич аглина то спала и я говорю вот как хорошо и голова не болит только ноет я еще приложу по старе была бы так поумнее было еще накопала и чтоб она у меня не ныла еще привязала и легла еще уснула когда проснулась то уже ничего не помню вот как сама себя сгубила паша пришел а я уже ничего не могу чего он спрашивает а я ничего не знаю не могу ему ответить он говорит ты чё заболела я говорю паша я сильно заболела голова так у меня болит я не могу и есть не стала он говорит тебе чё надо есть ничего не надо на завтра вспомнила что меду надо вот меду поела бы и он мне где-то пол стаканчика принес у кого-то мед был оладьи тебе надо состряпать из чистого из чистой муки я говорю ну состряпай он состряпал оладки я оладки то на мочу мед только слежу и опять макаю он не ты оладки откусывай нет мне лихо не хочу и так и не кусала оладик а мед то ела на завтра он говорит ну чё тебе сделать мне знаешь кого надо сделать их булку из чистой муки булку такую большую сковороде состряпай и чем-нибудь бы облить ее как бы сметаной как делали раньше ну где я тебе возьму сметаны ну хоть так булку состряпая говорю ну и состряпал булку она пресная была или какая у него с вечера не поднялась в печку и посадил ну чё мужик так мужик но и оттуда ее вытащил корочки то все засохли а в середке то там прямо тесто он ну вот давай тебе булку спек я посмотрела булку эту и маки что вот так вот взяла в рот это уж я не помню как это он рассказывал взяла говорит мякиш вот так да его вот так вот мячиком сделал скатал это так чтоб да как об стенку бросила он говорит ты чё делаешь а кого ты мне дал есть то тесто какое-то но это он только говорил но я не знаю я уже была без сознания это за три дня до рождества заболела и сразу стало без сознания это я голову простудила глиной но и вот как мы положили маленько но но и вот так мы пожили маленького землянки когда уж оттуда пошли то там семей 5 или 4 оставалось только а было много с нашего района там по района вот наш крапивинский район тут а километра через два другой район там ленинский тактинский район локтевский район он пришел да и говорит пойдем не чаевы бежали а землянка у них большая нары хорошие давай в эту наша избушечка маленькая нам тепло печка железная стоит он был сапожник хороший ему приносили даже войлок шил он и зарабатывал еще кроме этого кроме муки этой но и они хорошо жили уехали все я же не могу не пойти ничего но вот это помню что он меня взял под пазухи и тащил ну ты иди хоть сколько-нибудь ногами то а я только переплетаюсь и не могу уж пойти никак и уж тут недалеко было метров сто и туда меня перетащил и там нары большие положил и тут я уже ничего не помню я уже на масленке опомнилась это в феврале последние числа помню а он тоже недели две прошло заболел и со мной рядом лежал только я без сознания а он меня сбоку на бок переворачивала сам в сознании был ворочался и все делал сам так рядышком мы лежали с ним только помню что говорил ты надоело мне опять переворачивать я сам-то не могу переворотиться до тебя а я перевороти меня перевороти и вот думаю он скажет как надоело я да ладно сама переворачиваюсь и вот думаю что поднимаю руку она не поднимается думаю как переворачиваюсь если пальчик поднять поднимая подумаю нет не поднимается ничего у меня не выходит ничего мне не поднимается опять перевороти меня переворотит землянки столбы были я вот у столба лежала и столба выйти выглядывают цыганки какие-то как большая кукла и вот такие они черные лохматые и все вот вижу мужчины цыгане и женщины цыганки и вот они оттуда выглядывают да вот эдак всяко меня дразнят дразнят я посмотрю на них ой да что это такое да да куда они будут меня дразнить чё это они меня дразнят то и тут вот дня три прошло как они эдак меня дразнили то это уже в последних числах февраля но я говорю паша дай мне ножик я и заколю кого заколишь а вот видишь они уже мне прям надоели дразнят всяко меня чё им сделал цыганом то всяко обзывают да и дразнят то не надо никакого ножика лежи я опять плачу паша дай мне ножик он сам-то не может встать а я опять валя дай мне ножик пожалуйста не дает паша говорит не давай она меня заколит теперь это бабушка а графена пришла к нам она нам и стряпала и поила бабушки а графене уже лет 60 было овале было седьмой год дак она эти шайки из-под нас таскала да все делала поводу ходила с котелочком ночью пойдет вечером не боялась ничего паша все холодную воду надо было пить валька ступая по воду в десять в одиннадцать и на прорубь посылает по воду а я когда а чувствуюсь паша чё же ты ночью ребенка на прорубь посылаешь ничего пушай сходит она я не боюсь никого побежит притащит а он все холодную воду пил теперь это бабушка а графена пришла я говорю бабушка графена дайте пожалуйста мне ножик они мне не дают покоя три дня прошу у них они не дают я бы их заколола а кого ты заколоть хочешь игру он смотри как из-за столба выглядывают ты видишь всякие разные они как большая кукла их много человек наверное 10 выглядывают и меня всяко дразнят косматые черные всяко против меня губами дергают языки выпёхивают она говорит ну ладно ты павел отодвинься от нее маленько подальше девчонки вы отойдите ну вот она дала мне ножик я его взяла вот так вот за ручку острёта туда и как дала в этот стол то не стопа туда в щель где они выглядывают туда и как в стенку нож и воткнулся и с тех пор больше ни разу так и не выглянули я говорю ну вот хорошо заколола спасибо вам что вы дали мне ножик заколола их и больше не выглядывали то ли это мерещилось то ли что было я не знаю но 35 дней прошло и мне стало лучше выздоравливать стала голова маленько меньше стала болеть а голова то два месяца уже с раздества лежала она вся скаталась до вшей то у меня кучами там в голове а волосы у меня большие были ну вот бабушка графена пришла как раз на масленки я и спрашиваю бабушка графена а когда будет рождество она и говорит у дочь моя какое рождество сейчас уже масленка говорю окрещение не было она да и крещение прошло масленка сейчас я говорю ох ты я девка совсем ничего не знала как прошло все это гребень мне дали я стала голову чесать не могу расчесать так маленько чуть-чуть расчесала как стала чесать медали белую тряпку как чесно так целый подол до крупные мелкие били били они мне помогали ой всех прибили за чесалось легла а потом все равно надо было мне а стричься все по вылезли волосы вылезли по краям вот только здесь остались волосы и последние паша отрезал а тут все голо было на верхушке то то потом тоже он после меня лежал как лучше мне стало то в марте распухли ноги не могу на них шагать и все все растекли все растекли осложнения что ли и так до самой пасхи все не могла болела а потом ничего стало тогда и на работу стала ходить все уж разбежались а у меня то ли уже пятый год пошел с осени мы пошли до петрова дня за 23 хлеба нету тогда муж там в колхоз вошли тут нам свекровка говорила нельзя в кахло в колхоз войти грех а там вошли в колхоз ежели в колхоз не войдешь хлеба нисколько не дают в колхоз вошли ходили корчевали мне давали восемь килограмм мукой и паше давали восемь а килограмм но все равно вы это с гнилушками ели да с травой с чем попала настряпаем вот так и жили потом обносились все не в чем было совсем ходить не то что в заплатку пришить ее не за что пришивать все тут дерется где завяжем узелков узелочком где как которое было чё получше так мы распродали да променяли на хлеб нечего было носить совсем если пойдет вся семья то отправляет в александр акминск туда дальше говорили что еще тысячи километров от нас дальше места названия не ясны если пойдет один мужик то отправляет его в седлом а жена тут остается а ежели жена пойдет сбежит с детьми то ее обратно вернут на поселок если муж тут останется паша говорит ну чё будем делать как будем тут жить теперь все идут теперь можно идти пешком пятый год пошел ну давай ступай говорит а ежели не пойдешь я сейчас пойду я уйду а ты тогда оставайся как хочешь я не могу больше да у него уже и легкие болели я не могу тут больше но я подумала подумала чё делать как пойти он говорит давай за нами иди а то там ловят там комендатура а эту сразу в орловке четыре километра от нас бакчар переплывая туда паром паром был как так по цепочке веревку натянули ну вот а так он глубокий не мост ничего нельзя тут построить а там как-то было не широко но этой стороной пойти кустами там тоже есть заимки где два домика где три домика это раньше говорят тут были кулаки и сбежали до селились тайге одного-то пошел узнал он косоротый такой паша последнее время был ветеринаром конным учили шесть месяцев он уже районным стал ветеринаром ездил по поселкам и увидел его говорит он меня бичом отлупил раньше еще когда паша маленьким был когда ему лет десять было или восемь они жили в деревне пасеки большие поедут на базар к нам заезжали мимо нас а как-то свекровка и свекор знакомые заезжали к нам заехали а у них было две катки меду паша выпрек гости ночевать в избу ушли а я говорю а ну-ка посмотрю чё в катке то подошел а там мед он рукой туда залез катку открыл да рукой да давай мед есть а косоротый вышел как раз увидел да плетью давай и так меня ожог два раза я и боюсь папе сказать молчу уж раз сам провинился и узнав его этот косоротый здесь живет а он раньше на заимке какой-то жил занимался пасекой переплывете там можно переплыть женщина на лодке приплавляя через реку то денег-то у меня было восемь рублей я хлеб состряпал а килограммов 5 состряпал а с гнилушками сумками на заде до локтевского района он нас и проводил вступайте вот тут через гору перелазьте там прямо дорожка и там только полтора километра и тут поселок другой